Что сегодня не получилось в первую очередь у Преснодара? Почему так сложилась тяжелая игра? Особенно в первом тайме. Ну я думаю, в принципе, наверное, все-таки Спартак заслужил первый гол в первом тайме, а мы, наверное, во втором. Я думаю, более справедливый был результат 1-1, ну ничья, по крайней мере. Не получилось забить, в принципе, в концовочке там было два хороших момента. Но опять же, многие ушли, другие ребята пришли, может быть, еще не до конца сыгрались. Ну, игра, в принципе, хорошая получилась для зрителей, но опять же повторюсь, что, наверное, все-таки мы на один гол награли во втором тайме. Виталий, а вторую игру подряд кажется, что Преснодар играет под такими прям тяжелыми-тяжелыми, с тяжелыми ногами, будем так говорить. Есть такое ощущение или это обманчиво? Да нет, наверное, это обманчиво, почему мы хорошо готовы, прошли хорошие сборы, чемпионат только начался. Я думаю, что у нас все еще впереди, поэтому будем только прибавлять. У нас такая тактическая обманчивая игра была со спартаком, наверное, и физическая, в том числе боролись с жарой. Ну, конечно, любая игра тактическая, конечно же. И у них свой план на игру, у нас свой план на игру. Хотим лучше сыграть в каких-то моментах, в каких-то они, поэтому, естественно. Роман Широк сказал, что в эпизоде, когда мяч вроде бы попал в руку, и в какую руку он не попал. Твой комментарий по этому эпизоду? Нет, мяч попал в руку 100%, сейчас просматривали. Другое дело, какое было положение руки, естественно, не естественно. Я не специалист, а судьи, я думаю, разберутся. А то, что я попал в руку, это 100%, по крайней мере, в раздевалке, и у нас просматривал тренерский штаб, сказали, что рука была. После вот этой тяжелой игры сил хватит на слово? Да, конечно, хватит. Только начали чемпионат. Что за вопрос, что мы отыграли, 50 игр, что ли? Конечно, хватит. На всех хватит. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.